Новый торгово-остановочный комплекс, сокращенно ток, оборудован по последнему слову техники системы обогрева. Зимой в павильоне будет от 8 до 12 градусов тепла. Экраны, где показывают расписание и местонахождение нужного транспорта, USB-порт для зарядки мобильных телефонов, тревожная кнопка, пожарная сигнализация и многое другое. В общем, стало светло, тепло и кусаются только цены. Стоимость тока порядка 2,5 миллионов рублей. Реальное время, температура уличная. Бесплатный Wi-Fi, видеонаблюдение, звуковая поддержка. Первая теплая остановка на 11 микрорайоне готова к приему пока не пассажиров, а вип-гостей и инспекции. Первое оценить ток решила мэр Омска Оксана Фадина. Соучредитель компании-подрядчика «Капиталстрой» Вячеслав Васильев презентует объект и рассказывает, готова не только теплая остановка, но и торговые павильоны. Даже найдены те, кто будет в нем торговать. Желающих арендовать ток сразу несколько на одну торговую точку. К выбору будущего арендатора владельцы теплой остановки обещают подойти ответственно. Больше половины уже на сегодняшний день есть потенциальные арендаторы. И на вторую половину просто проводятся переговоры. Мы смотрим, чтобы это были серьезные предприниматели, чтобы это была качественная продукция, чтобы они могли сделать и технологическое оборудование, которое внутри поставить, современное, ну и, соответственно, быть надежными партнерами. Рынок все расставит на свои места, поэтому я думаю, что об этом завышай, не завышай. Столько, сколько рынок позволит зарабатывать вместе с арендаторами, столько будет. Драть с арендаторов в три шкуры владелец токов не собирается. По крайней мере, Вячеслав Васильев обещает ценник за аренду поставить по совести, ориентируясь на общегородские тенденции. Благоустройство прилегающей территории также не стали возлагать на будущих арендаторов. Подрядчик сам уложил тротуарную тактильную плитку, смонтировал освещение, не забыл о цветочных клумбах, урнах и скамейках. Оксана Фадина ревизией осталась довольна. Главное, подчеркнула городоначальница, Омск выходит на новый уровень комфорта. Причем комфорта антивандального. Лавочки сделаны из металла, что называется, на века. Оценит ли о мечи такие удобства в 30-ти градусный мороз, Оксана Фадина говорит, за весь миллионный Омск не стала. Предложила дождаться зимы и пообещала проверить лично. Мы приедем с вами в основу. Не могу пока сказать. Поэтому надо начинать пользоваться. И на практике уже говорить, что нравится, что не нравится. Поэтому это всего лишь начальный пилотный проект. Дальше будет видно, меняются технологии, появляется осознание все-таки на практике, что не практично, что наоборот удобно. Люди расскажут. Пока же люди рассказывают, что рады теплым остановкам в городе, только переживают за их сохранность. Впрочем, за это беспокоиться не стоит, уверяет подрядчик. Есть договоренность с частным охранным предприятием, сотрудники которого будут закрывать остановки на ночь по графику. Также предусмотрена ежедневная двухразовая уборка павильонов. Между тем, незначительные претензии у омичей есть и к самой конструкции. Например, небольшая площадь помещения для ожидания транспорта или узкие двери. Однако плюсов все-таки больше. Дверь я маленько считаю, наверное, некомфортабельные. Почему? Ну, потому что открывать-закрывать, это, знаете, не каждому уже удобно. Кто-то с коляской может. Это очень тяжело будет. А тогда будет холодно? Ну, это да. Но я думала, что такие будут развяжные хотя бы двери. Ну, а так хорошо, вообще замечательно. Я как-то не мёрзну. Ну, наверное, нужно, если они будут по присмотрам. Но как это будут присмотры, я боюсь, что он в бомжатник превратится. Ну, если кто-то будет закрывать и будет поддерживать порядок и будет следить за ними, я за. У нас же зима, мы же в Сибири живем. А как же, нужны, очень хорошо, приятно. Мы вообще в этом микрорайоне рады, что мы первые в городе. Куда сужились такого? Следующие в очереди. За радостью жители центральной части Омска. В ближайшее время токи откроют на остановках Рабиновича дом туриста «Жемчужина». В целом, как обещает подрядчик, установку тёплых павильонов уже поставили на поток. В неделю будут появляться по 3-4 объекта, чтобы успеть к Новому году оборудовать как минимум 40 таких комплексов, а может даже и 60. А чтобы темпы работы не сбавлялись, в мэрии обещают оштрафовать подрядчика, если тот не успеет выполнить обещание в срок, то есть до конца 2019 года. Всего по контракту фирма «Капиталстрой» за свой счёт обязана оборудовать 174 тока. Впрочем, в масштабах всего Омска это лишь шестая часть всех городских остановок. Что делать с остальными площадками общественного транспорта, уже продумывают в администрации. В планах разработать программу по реновации остановочных комплексов и уже за бюджетные средства менять старые павильоны на современные конструкции. Впрочем, когда это произойдёт, Оксана Фадина загадывать не стала.